так на опытах у нас три вот таких красивых подшипника прислал их подписчик и вам спасибо ему большое в общем сейчас начнем как говорится делать распаковку посмотрим что у нас из них получится распаковка в нашем деле делается с помощью болгарки поэтому 15-20 минут и два диска и золотой ключик у нас будет в кармане эти подшипники сняты с ласточки из сапсана там они в принципе одинаковые учитывая с какой скоростью эти поезда могут ездить то открывать их довольно интересно у меня на канале есть видео где я делал нож из подшипника который находится на оси винта вертолета и клинок получился довольно неплохой из этой стали думаю что в данном случае будет хороший результат итак подшипник состоит из двух вот таких вот частей с роликами которые находятся в пластиковой обойме ролики очень удачные по размеру одного ролика запаса хватит на один клинок так что для экспериментов самое то так первый подшипник которые я разбираю фирмы и пока бренко в общем судя по маркировке он сделан и в индии и в россии в общем какая-то сборная солянка в общем в итоге получился вот такой кузнечный набор на любые случаи жизни так дальше разбираю следующий подшипник но на этот раз более простым путем это подшипник skf но везде маркировка россия и так я до разобрался подшипники получилось три комплекта значит первый это и пока бренко сборная солянка русско индийского производства второй skf россия и третий это факт везде на каждом элементе стоит италия кстати самый симпатичный по внешнему виду по качеству изготовления как мне показалось несколько кусков обойма от екп я отправил ивану копичнику для опытов но к сожалению оказалось что они на углероженной поэтому сейчас покажу как это проверить нужен трех пяти процентный раствор азотной кислоты и срезы обоймы подшипника и так проверяем и сразу видно что появляется темная каемка по периметру подшипник это как раз та часть которая была на углероженном на заводе проверяю остальные подшипники должен быть ровный серый цвет то есть подшипники екп у нас выпадает из соревнований остается skf россии и фак италия в общем подшипник екп тоже нашел свое применение сделанную из него такое приспособление которое позволяет выгибать клинки перед тем как проковывать спуски давно хотел сделать такую штуку но все находилось подходящего материала итак начинаем ковку клинка первым у нас идет ролик от итальянского подшипника на что я сразу обратил внимание это на то что очень сильно сразу сыпется окалина сначала я подумал что это обгорает масло но окалина продолжала сыпаться всю ковку причем что на skf что на факт окалина практически одинаковы скорее всего туда добавлены какие-то легирующие элементы типа ванадия ковку я веду как обычно при низких температурах и на обычных подшипниках от автомобилей такой окалина не встречается ну да и по поводу его на копичникова если кто не знает это по моему мнению один из самых лучших российских кузнецов на ганзи он известен как большой бро и он сейчас проводит уроки и лекции у себя на youtube канале упаковки клинков я вот не люблю давать рекомендации по термообработке точные с указанием температуры и всех режимов а он дает такие сейчас уроки я конечно с ним полностью не согласен потому что это лишает человека возможности экспериментировать вот ну почему бы и нет так что кто хочет пройти более простым путем может перейти на его канал ссылку я оставлю в описании видео на канале ивана конечно не такие развлекательные как мои но и для начинающих и для опытных мастеров они просто обязательны к просмотру конечно всех секретных секретов вам не расскажет но все равно будет очень полезно другого такого контента в ютюбе я не видел меня лично никогда не работали рецепты которые мне советовали другие мастера не знаю почему но мне всегда приходится делать по-своему думаю это связано с режимом ковки освещение в кузнице калибровкой муфельной печи еще кучей других более мелких параметров у каждого мастера эти составляющие разные что в комплексе дает совсем другой результат чем планировалось поэтому добиться хороших свойств клинков можно только подбором а вот что вам менять никакой другой мастер вам не скажет это как лечить по фотографии для этого нужны собственные знания которых нет в рецептах поэтому учебник металловедения это наше все также необходимо сказать что оружейное мастерство испокон времен было секретным и остается до сих пор мастера по большей степени делятся намеками почему ну во-первых чтобы враги не узнали а во-вторых так интереснее и не каждый поймет например статьи виктора Васильевича Кузнецова написано именно так вроде все понятно а начинаешь делать и ничего не получается во всяком случае до меня что-то доходило только когда у меня получался похожий результат и иногда вообще случайным образом а потом когда я перечитывал я часто спрашивал где были мои глаза ну и до Кузнецова таких примеров было достаточно например Дмитрий Константинович Чернов в известной работе посвященной критическому обзору статей Лаврова и Колокутского говорит по большей части вовсе не о пушках или например всем известный Аносов также отличался подобным изоповым языком в общем никакая информация не бывает лишней надо отовсюду брать что-то полезное а не рецепт целиком как мне кажется далее кую второй подшипник СКФ российского производства или сделанный для России точно сказать не могу вот так и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, как вы поняли, видео чисто развлекательное. Задача узнать, как режет клинок, сделанный из подшипника от очень быстрого поезда. И какой плачевник лучше, итальянский или российский. Ну а для тех, кто досмотрел видео почти до конца, сделаем розыгрыш этих двух клинков. Клинки достанутся первым двум подписчикам, кто сможет правильно написать адрес моей электронной почты в комментарии. Вот такое сложное задание на сегодня. Если эксперимент будет удачным, то мы его повторим. Всем удачи и мира! Продолжение следует... 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 А это российский подшипник, но делал их оба этих подшипников выдающийся, выдающийся современный мастер по подшипникам, который разобрал целый троллейбусный парк подшипников. И вертолетный зацепил. А, еще вертолетный. Подождите, а можно уточнить? Он зацепил все. Короче, идите всем. Так, это еще бы хотел узнать, какие у него части выдающиеся. Это российский, это итальянский. Ну, сразу и позвали. 0,1. Российский. Ваня, ты за Россию болеешь? Я, да. О, 0,8 итальянский. Более агрессивный. Чего снял, Женя? Макароники. Я буду заитарировать. Это Сапсан. Нет. Нет, я против. Россия, это надежда. Я думаю, что они не ездят. Подшипников нет. Кстати, а кто футбол-то выиграл? Никто не выиграл. Сегодня будет. Ах, они только сегодня играют? Парадоначальники играют с испанцами. А вот интересно, на второй, третий они теперь не играют? На Европе не так дали. Играли? В Европе сразу дают два третих. А вот на Кубке Америки неожиданно сборная в Канаде выстрела. Они проиграли в любой город, и они теперь с тобой прописались. Вот так канадцы уже в футбол научились. А там, наверное, все хохлы играли в Канаде-то. Раньше хохлы в хоккей играли, грецкие. Вообще, там главный негр из Баварии. Понял, Женя? В Баварии негры теперь главные. Подожди, а куда турки ели? В негры вытеснили. В спортивные. Да, рабы. А те их из домов вытеснили. Пускай футбол играют. Игорь Сергеевич, ты уже уходишь? Да, я пойду. Что, даже и не выпейте ничего? Нет, выпейте. Так, с какого вы там начинаете? Это итальянец? Да. Итальянец? А ты будешь этим резать? Я уж порезал. Российским порезал? Да. Вот этот надо, заточку. Резать буду. Очень зубастый. Опаньки. 3,8. Итальянский. А российский? Резать. 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 Есть. Резать. 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 Так, российский. Кто такой? Опаньки! Еб.. 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 Ну что, бананы здесь есть, мы победим? Я че? Вранил За привычка, а, Женя! Он скоро будет по стойке смену встать и не дышать при тебе! Ну и правильно! А то избаловался, тут вел себя непотребно! Е.. Три целых две десятых российских Что? Российский лучше? И он режет мягче, мягче! Ну ты блин! А были страхи на Италию Дмитриевич! Вот Дима просил погладить! Перетест у него! Номерной нож! Перетест! Перетест! У меня рука та! Рука иди туда! А что у нас Егор Сергеевич отчалили? Да, отчалили. Да, отдали. Так я уже что продал. Украсть. Вот. Какая-то, 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 вот. Встречаем. Я встречал его в этой стране. Какой-то свой. Вот. Все, паскорас? Что сдохнет? Я сдох. Итальяна. Ес! Что, силь? Нет. Русал. Облик аморали. Аморали, аморали. Хосе Аморали. Гражданин. Аморали. По 30 резок еще. Значит, итальяну 6 килограмм, а русо 5,5. Вааа, ну вот так. По 30 резок еще. Все это по 30, по 20. Я не слушаю никого. Их нет. Их не слонит, я не посащу. Их не слонит. Ты когнак будешь? Нет. А нет. Чего ты сегодня? Кто? Ну для Лера, знаете, для видеографа Слушай, дедушка старенький Тем только люди не прикинутся, лишь бы водку не пить, а? Плохо? Да я, собственно говоря, как бы не жадный А зато вот скушай вот эту штучку, это источник Так, двадцать Двадцать Ну русу двадцать Итальяну двадцать Белисимо 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 Нет, ее просто берут и в рот, не на хлеб Ее не на хлеб, ее в рот Не, намазывай на хлеб, не надо Ну решили удовольствие человека Елку А, какой потайшку А, какой потайшку Сообразил Ты чё, на юге еще ни разу не был? Я думал, это колпаса Ладно, на юге Какого пансари На юг не обязательно ездить Это север Москвы опять На черкизовском районе В бухте Чехлама, пахлава, махлава Итальяну Сколько? Ровно семь А сколько? Пока не знаю А ну-ка-ну-ка За четыре тысячи Решили Как это? А А Вот это даже по путю А вот там А то есть Уже поменяли Будьте любезны, пожалуйста, еще десять раз Вот так вот Вот, чувствуется, Россия Она всегда лучше Макароников Для кого? Почему? Экономят все на металле Или кто-то болеет до нас За ваших За наших За наших Не за них Великое переселение в Крым-то откладывается? Нет Они там расширяются? А еще пять можно? Они там расширяются? На побережье Я откладываю Утро А здесь Вот Утро Все запрещали, а где не запускают Утро Да Да Я не платить Нужно побольше кусочка отрезать Вытягивать Надо еще Просто тянуть Думаю, что там А На, вот рог можешь порезать. На, вот рог, рог режь. Подожди. Руки проклятые. Весь стил, этот все распродался. В общем, победил СКФ сегодня. А где ты сказал знакомый друг приедет? Он не доехал, он не поручил выбрать. Дайте пожрать. Нет, ты как по костям и жри. Вот я закусываю. Что вы сейчас в двойной порции зарышите? Ну потому что по-еврейски. Дома столько не дают, а здесь можно. Здесь никто не отнимает. Что здесь тиран? Понедельник. Это Женя, как всегда. У него летом булаты. Летом булаты? По 120 раз. Сегодня талон 6-7. Одинаково по костям. А что было до этого? Что Егор? Что Егор? Что Егор? Егор еще сказал. Он даже не резан схватил. А ты что? Две десятки. Две десять. Две десять. То же самое. Идеально. 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 Руссия идеально. Идеально. А еще здесь правильнее. Значит, вот это Итальяно режет более грубовастенько, шершаво. Но вот этот режет помягче, но подольше. А на костях нет? Идеально оба. Идеально оба.